Повышение зарплаты бюджетникам это не разовая мера, а плановая работа по повышению благосостояния россиян за счет роста экономики страны. Такие выводы можно сделать исходя из выступления Владимира Путина на встрече с участниками клуба Валдая, заседание которого состоялось на прошлой неделе в Сочи. Глава государства отметил рост российской экономики и рекордно низкую инфляцию в стране. Кроме того, увеличиваются золотовалютные резервы России и снижается сырьевая зависимость страны. Владимир Путин уточнил, что Россия добилась этого макроэкономической политикой. Ситуацию в российской экономике нашему телеканалу из Москвы прокомментирует научный сотрудник института имени Гайдара Юрий Зайцев. Юрий, здравствуйте. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране, несмотря ни на что, экономика растет четвертый квартал подряд. При этом отмечается низкая инфляция в районе 3%. С чем вы связываете эти показатели? Во-первых, действительно, наша экономика просто оправдывает все ожидания Центрального банка по достижению целевого показателя инфляции к концу 2017 года. Это 4%. И, скорее всего, значение кажется немного ниже, порядка 3,5% по итогам 2017 года. Это можно связать с несколькими факторами. Во-первых, общий спрос потребительский со стороны населения падает в связи с тем, что наша экономика с 2014 года очень сильно падала в связи с действиями западных санкций, в связи со снижением стоимости нефти. Во-вторых, российский рубль укреплялся по отношению к доллару США. В среднем этот показатель составил порядка 5%. Третий фактор, который также можно отнести к факторам, повлияющим на снижение инфляции, это общий, скажем так, жесткий режим политики со стороны Центрального банка, которая является достаточно такой ограниченной еще в настоящий момент времени. Президент Путин также отметил, что российская экономика становится менее зависимой от нефтегазовых доходов. Какие ваши прогнозы? Владимир Владимирович сейчас совершенно правильно отметил тенденцию. У нас, начиная с 2015 года, действительно, доля нефтегазовых доходов сокращается. То есть, несырьевые доходы, они года в год увеличиваются. И по итогам 2016 года доля нефтегазовых доходов бюджета составила порядка 66%. Это почти две трети от всего бюджета. Минфин отмечает, что доля нефтегазовых доходов растет в силу того, что растут налоговые поступления. Увеличиваясь доля налоговых поступлений от НДС, от налогов на прибыль, от акцизов. Вот в настоящее время данные направления, по крайней мере за последние годы, они сделали, внесли наибольший вклад в рост нефтегазовых доходов.